Перпендикуляр опущенный из вершины B прямоугольника ABCD на диагональ AC делит угол ABC на два угла, величины которых относятся как один к трюму. Найдите угол между проведенным перпендикуляром и диагональю BD. Для начала сделаем рисунок, запишем данное. Четырехугольник ABCD прямоугольник. BD перпендикулярно AC. Угол ABT, так относится к углу CBT, как один к трюму. Найдите угол между диагональю BD и BD. То есть угол DBT неизвестен. Рассмотрим данное соотношение. Угол ABT, так относится к углу CBT, как один к трюму. Когда мы видим такое соотношение, мы сразу же вводим переменные для удобства. Угол ABT равен X. Тогда угол CBT будет равен 3X, чтобы сохранить соотношение. Рассмотрим угол ABC. Угол ABC можно записать как сумму двух углов. Угла ABT плюс угол CBT. Преобразуем полученное равенство. Подставим сюда наше обозначение. Угол ABC будет равен X плюс 3X. Или угол ABC равен 4X. Также мы знаем, что четырехугольник ABC прямоугольник. Отсюда следует, что угол ABC равен 90 градусов. Тогда с этих двух пунктов мы можем делать следующий вывод, что 4X равно 90 градусов. Разделим полученное выражение на 4, чтобы выразить X. Тогда у нас получается, что X равен 22,5 градуса. Рассмотрим треугольник ABT. Треугольник ABT прямоугольный. Воспользуемся свойством прямоугольного треугольника. Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90 градусов. Тогда у нас получается, что угол ABT плюс угол BAT в сумме дает 90 градусов. Выразим отсюда угол BAT. Угол BAT будет равен 90 градусов минус угол ABT. Преопразуем. Тогда угол BAT будет равен 90 градусов минус ABT. ABT мы обозначили через X. X равен 22,5 градуса. Посчитав, получаем, что угол BAT равен 67,5 градуса. Отрезок BO будет равен 1,2 диагонали BD. Отрезок AO будет равен 1,2 диагонали AC. Точка пересечения диагонали прямоугольника делит диагонали пополам. Также диагональ AC равна диагонали BD. По свойству прямоугольника. Диагонали прямоугольника равны. Тогда с этих трех пунктов мы можем сделать следующий вывод, что отрезок AO равняется отрезку BO. А так как у нас AO равняется BO, оттуда следует, что треугольник ABO равнобедренный. А раз треугольник равнобедренный, значит углы при основании будут равны. Угол BO равен углу ABO. И все это равняется 67,5 градуса. Рассмотрим угол ABO. Угол ABO можно записать как сумму двух углов. Угла ABT плюс угол DBT. Выразим отсюда угол DBT. Угол DBT будет равен угол ABO минус угол ABT. Подставим сюда наши данные. Тогда угол DBT будет равен угол ABO. Мы ранее нашли, он равен 67,5 градуса. Минус угол ABT. Угол ABT мы также ранее нашли. Это 22,5 градуса. Посчитав, получаем 45 градусов. Запишем ответ. Угол DBT равен 45 градусов. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...